Чем холоднее на улице, тем подвижнее мы. Становится теплей, мы можем ложиться, медленнее двигаться, техники меняются, мы становимся более цепкие и так далее. Примерно имитируем природные эффекты, грубо говоря. Животное, если холодно, оно не сильно задерживается на улице, оно предпочитает укусить, рвануть и убежать. Так и мы. Когда холодно, мы стараемся сильно не лежать обездвиженно, а больше двигаться. Когда теплеет, мы позволяем себе больше статичного тренинга, там лежа на спине, техники джиу-джитсу, безбросковых техники и так далее. В общем, идет полная смена ритмов, режимов и так далее. Занимаюсь много лет фитнесом, я уже 25 лет занимаюсь спортом, я стал смотреть на это уже философски и намного глубже. Понятно, что каждый раз, используя какие-то режимы, для меня очень многое в новинку, потому что, что бы ты ни делал, ты что-то узнаешь. Приходит время, ты возвращаешься к старым типам тренинга, но ты уже возвращаешься с абсолютно другим опытом. Вот и здесь я впервые использую этот тип тренинга, как ролики. И смотрю, как реагирует тело, как реагируют мышцы, как реагирует сердце. И для меня явилось сюрпризом увидеть, как реагирует мой опорно-двигательный аппарат. Мне казалось, что ролики не дают сильную нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Мне так казалось, что ударов нет, каких-то прыжков нет, но на самом деле он есть. И существенная нагрузка приходится на крестцовый отдел позвоночника. Вот я иду на левую ногу, мой таз испытываю диагональное давление, а потом на правую и вновь диагональное давление. Поэтому сейчас крестец уже привык, я чувствую, что он мне не дает каких-то покалываний, каких-то ощущений непривычных. Но первое время я начал чувствовать, что мой крестец немножко покалывал. И также поясничная зона ломбарди, там где поясничный прогиб, я чувствовал, как утомлялась моя спина. Вот, и, соответственно, возникла идея поработать более внимательно с осанкой, с техникой движения и так далее. Но какой бы ни была осанка и техника движения, какой бы ты ни хотел ее сделать, нужно учитывать то, что твой организм гораздо древнее, чем ты. И он, конечно же, примет более универсальную для себя позицию, без того, чтобы ты что-либо вносил или регулировал. Основная слабость всех тренеров, начинающих и людей, кто занимается фитнесом примерно от 5 до 10 лет, это в том, что они очень мало полагаются на такой аспект авторегуляции организма. Наш организм имеет матрицу авторегуляции, матрицу собственной памяти, матрицу собственной, короче, грубо говоря, вся информация о движении, любом, заложена в наш организм без того, чтобы мы туда лазили. И я за временем стал адептом того, что, например, если я езжу на роликах, там говорят «наклонись», там еще что-то. Я вообще не слушаю ничего, что мне говорят, а начинаю с нуля слушать организм. То есть я делаю то, что я хочу, и приставляю моему организму возможность принять ту позицию, которую он хочет сам. Причем я стараюсь ему не мешать. Дышишь глубоко и расслабляешься. Начинаешь двигаться, например, быстро кататься на роликах. И оставляешь организму выбор. И он с большим успехом сам по себе занимает ту позицию, которая нужна. То есть это такое открытие довольно-таки интересное. Поэтому техника – это нечто вроде «я дал своему организму поработать на автопилоте, потом сфотографировал себя со стороны и увидел свою позицию, которую мой организм выработал». И потом говорю, вот смотрите, вот такую позицию лучше занимать сразу. Это называется техника. То есть, грубо говоря, это не универсальный путь к саморазвитию. То есть мы как бы оставляем тот самый путь саморазвития и как бы предоставляем человеку возможность сразу же, без того, чтобы дать организму найти себя, мы как бы просим вас сразу занять эту позицию. А здесь есть свои нюансы, потому что сразу занимая позицию, организм не готов с точки зрения функционально, не готов с точки зрения больших-малых мышц, мышц стабилизаторов. Мышцы еще не настолько информационны, как вот, например, я полтора месяца позанимался и через полтора месяца пришел к определенной позиции. Мышцы уже более не менее готовы. А если новичок придет, и я буду говорить ему, вот техника такова, займи вот эту позицию при езде, то новичок заведомо встанет в ту позу, которая может быть правильна с точки зрения внешнего наблюдения, но не очень правильна с точки зрения функциональной готовности. Например, если я езжу прямо, с ровной спиной, голова вверх, не нагибаясь, то моя спина не получает нагрузки на разгибатель. Если я езжу более наклоненно, спина уже чуть-чуть нагружается. Поэтому новичка мы не можем сразу наклонить, поставить правильную позицию, но он будет уставать. А усталость будет вызывать отторжение, торможение физиологические, падение настроения, падение мотивации. И он может быть даже запишет ненужную информацию на нейроны прямо с первой тренировки. То есть те, кто хоть немножечко в фитнесе понимает, те поймут о чем я говорю. Я говорю о рефлектологии, о рефлексах, о пептидах, которые будут выработаны в результате того или иного биомеханического опыта. И эти пептиды будут записаны в мозг, как первые впечатления. Так вот, техника, это та штука, которая, как бы отталкиваясь от этих аргументов, это то, что, наверное, сразу человеку не стоит втюхивать. Например, там, тени вот таким образом. И это только так. То есть, наверное, все-таки какого-то золотого правила для всех нас не существует. Конечно, можно насобирать и контраргументы для этого высказывания, но для того, чтобы найти баланс сказанного ранее, с тем, что я как будто бы сказал, что техника не нужна на первом этапе, просто человеку нужно дать сначала познакомиться со своим телом. Грубо говоря, он должен очень легкими весами поработать. И поработая легкими весами, он потихонечку, не травмируя себя, как вода-камень, проточит до своего тела определенную технику, такую привычную для него, как бы выработает определенные рефлексы, как-то уже по-своему начнет дышать, правильно или неправильно. Там уже определит тренер, если он хочет доразвивать клиента или спортсмена. И уже отталкиваясь от того, что он чуть-чуть поработал, мы, допустим, все время рядом, но мы даем человеку индивидуально себя почувствовать, себя узнать и так далее. И тогда со временем человек становится уже более аккуратно слушать свое тело, понимая его тело, занимает нужные позиции, вырабатывает нужную энергию, больше, меньше, экономичнее, более, менее экономично. Потом тренер включается в работу и начинает потихонечку дошлифовывать, дорабатывать то, что клиент уже как бы сам в себе нашел. Вот примерно к тому я веду, когда говорю об этом. Почему я это говорю? Потому что мной был проведен эксперимент, работая, я больше 10 лет уже, почти что 15, работаю тренером по фитнесу. Я пробовал разные подходы к клиентам и к людям, и к спортсменам. Я учил и сразу техническим действиям, и не сразу, и осознанно учил, и неосознанно. И со временем я заметил, что если оставить спортсмена наедине с собой, не уча его никакой техники, а просто сказав, вот смотри, вот такое движение будет для тебя опасно, потом постарайся вот такие движения не делать, вот так не наклоняться, вот так штангу не держать. Все, и больше ничего ему не говоришь. Со временем человек обходит точки риска, ты ему указываешь точки риска, вот такое дыхание лучше не делать, вот так лучше не натуживаться, вот здесь лучше просто дыши. Ты как бы уходишь от специализации, но даешь ему легкий рекомендательный совет. И вот если ты оставляешь такого человека наедине с собой поискать себя самого, то я заметил, что эти спортсмены со временем становятся более талантливы. Грубо говоря, если ты начинаешь передавать человеку свой опыт, и говорить ему, делай вот так, ты можешь одеть на него, я не знаю, так алхимически выражаясь, биохимически, ты можешь одеть на него свою биохимию мышления. Не знаю, если кто-то понимает, что это такое. Грубо говоря, не всем людям подходит твоя биохимия.